Всем привет и как ваши дела? Надеюсь у всех все хорошо. В этом видео в первую очередь хочу поблагодарить вас за огромное количество комментариев, приятных слов и мне, и родителям, и моему мужу. Это очень приятно. Спасибо тем, кто позвонили, написали в личные сообщения, поделились своими впечатлениями от этой такой моей приятной новости. В этом видео я продолжу немножко на тему родителей, наш отдых. Родители уже улетели из Израиля, Сашка их опять сопровождала до Украины, он их там довез, а дальше они уже сами. Но воспоминания остались, это уже вошло в историю. Еще больше месяца назад я так думала, как бы было здорово, чтобы они сюда прилетели. Так вот, уже пролетели, 18 дней провели у нас и опять улетели в Украину. Конечно, привыкли мы за это время к ним, что они рядом, это так приятно, но, к сожалению, мы живем в другой стране, а не в другой стране, и надо понимать, что видимся редко. Но зато, когда уже видимся, то по максимуму проводим время друг с другом. А в этом видео вы просили, особенно Бенни, привет тебе, чтобы я сняла хоть какое-то маленькое интервью со своими родителями. И тут я его и добавлю на несколько минут. Они люди не публичные, для них это все сложно, но они всегда поддерживают меня. И спасибо им, что согласились. Поэтому смотрим, а потом добавлю еще. Это мама, Людмила, и мы переходим на украинскую мову. Как тебе, Израиль? Что тебе тут? Ну вот кажется таким странным, в отличие от Украины. Ну, что кидаются в очи? Красота. Красота яка? Природня, дома, что им? Природня. Ну, взагалі, все нравится, потому что мы никогда не были, что я могу сказать, за кордоном. Ага. Да и в Украине вы не особо там разъезжали. Когда приехали в Израиль, перейшли границу и оказались на территории Израиля, воздух какой-то другой тебе показался. Оця жара, вона отличается от украинской? Ну, у нас тоже жарко. Ну, не настолько жарко. Тут жарко, в Израиле, чем в Украине. Ага. Люди, яке впечатление про людей? Ну, я понимаю, что ты с ними не говорила, потому что это невозможно. Я не понимаю, но это невозможно. А вот внешне, как они тебе, вот, зі сторони кажутся? Люди, все, как люди. Люди, все, как люди. Ну, не знаю, одежды, внешний вид, какие-то странные, чи вот прям вот, ничего тебя не удивляет, не ходишь с открытым ртом. Ничего не удивляет. Люди вси разные, одеты по-разному, значит, им так подобаются, и мне подобаются, как они одеты. Окей, с каким-то хамством на территории Израиля ты встретилась? Ні, никто. Люди вежливые, чи таки надутые ходят? Вежливые. На улице, они улыбчивые, чи таки серьезные? Вежливые, даже на вокзале, на аэродроме, познайомилися с эритянным дядьком. С бывшим, бывшим дядьцем из... 40 лет, говорит, тут живет уже. Сам из Молдавии, говорит по-русскому. Женка тоже ехала в Тель-Авив, тоже говорит по-русскому. Ехала до дочки в гости так же. А продукты? Тебе якісь други на вкус? Овощи, фрукты, чи такі самі, як в Україні? Такі самі, як у нас овощи. Не вкусніші? Ну, може, і вкусніші. Фрукты? Фрукты, фрукты. Папка не зміняє своїм традиціям. Он читає газети. Навіть тут, на російському, знайшли йому, купили. Він весь читає. Ну що, інтерв'ю. Анатолій Анатолійович. Ваше мнення о Ізраїле? Що вам тут приглянулося, показалося странним? Чи, наоборот, інтересним? Природа. Яка природа краще, українська чи ізраїльська? Ну, звісно. Скажи так, як воно є. Звісно, на Україні більше зелі трохи там. Тут у вас. Дома, дома. Дома. Все, якісь пострійки. Одні стрійки – це стрійки. Одні поверхи – поверхи. Вот то, що дожча немає. Ми вчора їхали, ти удивлявся. Як так? Дожча немає. У нас дожди проходять. Частіше. І свіжіший воздух, звісно. Тут якась опор. Просто духота. Так, це верно. На улиці особливо. Ніякі кондюціонери не спасають. Да. Якщо б тебе сюди перевезли, за скільки б ти денег согласився сюди переехати? Я не знаю, нікуди я не хочу їхати. Ха-ха-ха. Вот це вопрос тем хейтерам, які кричали, що... О, ще одні приїхали на пособие ізраїльське. Дорогі, моїх родітей не витягнеш, не витягнеш із села подъемним краном. Потому що у них там огород, сад, двор, воздух чистий, прекрасний. Що ще треба для пенсіонерів? А вони вже пенсіонери. Так що все є. Все можна купити. Главне здоров'я. Папка, у нього тут вид на мусорку. Я вот ни разу не наблюдала, але папка тут була вместо камери. Кто що принес, що що унес. Оказывається, що действительно люди з мусорки даже вещи беруть. В нас в селі, де ви живете, редко хто що ви кідає, да, іспользують до кінця. А тут, якби ця мусорка була в селі, то можна було нічого не покупати, і все собі з мусорки перетащити. Ну, є і в нас що ви кідає, звісно. Не в таких калічі стало. Вже ви кідає те, що вже таке непотрібно, що вже вийшло з строя зовсім. То є максимальне використовування. Вот ми їздили з тобою, техосмотр машини проходили, і ти сказав, що быстро все. Що тебе удивило? Ну, що то, що все йде, через комп'ютери все, що все, моментом раз, раз, і за 10 минут пройшли ті висоти. У нас ви, що-то, прийшли, поки ви там ті ролі, те все, що подивилися, позалазили ту яму, там, ті тормоза провірили, то це треба було б. Півдня потратити. Та півдня, та тоді, тут черги, там, у нас, допустим, приїдеш там, роблять тих осмоток, що бурби, ото ж, приїхав, то черга ще, а тут, вроді, черга є, тільки момент, от, оскільки є пустої машини, п'ять чи шість пройшло. У нас, воні, момент був такий, що і за один день можна пройти. Ну, так, забракували, що-то. Тож, може, і не можна пройти. Ну, тут тільки пише, що поломку треба устріняти, устрінюють на місці. У нас теж так само кажуть, що поломку устрінити, тоді переїдеш ще раз, переїдеш. А, ну, бере більше времени. А в супермаркете були, що-то дивляється? Єсь якесь відомість від українського супермаркета? Так, ну, вони живуть в селі, а в районі у них маленький супермаркет, ну, то есть такого огромного у них нету. Так, там, за що в одну сторону з другу вийшло. Тут, все, о, тут обходити. Найти, що доложити. Так, що доложити, що того. По-моему, заблудитися. А вот ми заходили в поліклініку. Єсі ощущення, що це больниця? Или вообще непонятно, куди ми прийшли? У нас больниця, ну, допустимо, в районі, то там не така, конечно, не така. Там... І прийоми такі. І прийоми такі. Тут все по тому... По записі все. У нас прийдеш. Ніхто ж тебе не записав, тому що прийшли, сидиш там, можеш цілий день посидіти, і не дочекатися до того доктора. На прийом. Да-да-да, іменно так. Ну, так є було, ну, що... Ещё немножко расскажу, це треба було, наверное, зробити вначале, але я розкажу в кінце, чим займалися мої родители всю життя. Папа, він ветеринар, роботав ветеринаром. Сколько лет? Сорок. Ну, сорок. Семьдесят. Сорок і більше. Сорок лет, вот, отработав человек ветеринаром, лечив коров, кого? Лошадей, всіх, що треба, свиней, птиць. Сільськогоспоруську. Да, всю сільськохозяйственну живність. Да. Вначале на ферме в колхозі, потім просто уже участковий. По частному сайтам. Да, участковий по частному сектору, ну, то есть по селу, у кого що, где, разные там обходи. І до сих пор. Вот сейчас очень надеюсь, що в селі ни у кого нічого не болеє. А то до сих пор, несмотря на то, що папка на пенсі, приходять люди, беруть його, прийди, посмотри, вот у мене заболело то или то. То есть человек вне конкуренції. Один на село-то, даже на несколько, потому что ветеринаров очень там не хватает в нашій містності. Никто не учиться. Никто не учиться на ветеринара. Эй, молодёжь, где вы? Такая прихвати, що зараз ніхто не хоче. Ага. Мамка, чем занималась в жизни? Расскажи. О, расскажи, на кого ти училась? Это интересно. Электрорадиомонтюр. Вот так вот, да, вот такая, я по столбам лазила в когтях, практику сдавала. Пошла в Тургивлю. А потом пошла торговать и работала продавцом в селе, потом в соседнем селе, в общей суме сколько лет, и в Белогорье работала, да? в общепите. Ну, я не знаю, что такое общепит. Гробицкое харчувание. Окей. Ну, а потом працювала в сельпи, в Белогильскому, спочатку, потом в Хорошевскому, в сельпи. Ну, всё, торгивля закінчилась, покинула. Я помогала продавать, ходила, ходила. Рубила в колгоспе, рубила в столове колгоспе, готовила есть рабочим в поле. Это я тоже помогала. Мы лепили с ней столько вареников, столько пирожков. Шотера. Грузовозила ежу по полях. Это я тоже делала с ней вместе, на каникулах. Ну, всё. То на лошадях, то на грузовике. Приезжали в поля, кормили трактористов. Это очень интересно так было. Прям впечатлений полно. Людям привозишь еду. Они уставшие, голодные. Ты их покормил, и они дальше работают. Мама ещё готовила на разных таких ируим, как это, торжествах в селе. Было время, что она готовила на свадьбах, похоронах, вечеринках, когда проводились. Вот это, конечно, очень не хватает. Мне вот именно свадьбы в селе когда-то были. Живая музыка, шалаш, люди за столами, потом танцуют. Это так прикольно. Но сейчас такого уже не встретить. Все делают в ресторанах. Вот. Так что такие дела родители мои. Простые люди, рабочие, трудолюбивые. И им в селе овселе. И им в квартире сидеть скучно, поэтому мамка тут шьёт все дырки, где только нашла. Находит себе работу. Папка читает газеты. Так что спасибо вам за интервью, что не постеснялась. Очень просили. Так что спасибо. Ставьте родителям лайки. Они вообще-то не блогеры. Заслужили. Из-за того, что у мамы проблемная ходьба, как я уже и говорила, мы не смогли объездить пол Израиля, там, показать им Израиль со всех его сторон. Но всё равно мы старались их куда-то выводить и показывать чуть-чуть Израиль, какие-то бытовые моменты. С папой я ездила на техосмотр, с мамой мы ездили на прогулки. Но, конечно, немного. И чтобы это было не утомительно. Также энное количество дней родители провели у сестры. После чего сестра вместе с детишками приехали к нам. И ещё неделю мы были уже здесь. Все вместе. Большой такой семьёй. У меня дома. Общались, готовили, гуляли. И замечательно проводили время. Родители, конечно же, под конец уже соскучились по своему селу, по своему хозяйству. Конечно, они этого не показывали. Но для них это без привычки. И это можно было понять. Но всё равно всё прошло замечательно. Я очень-очень-очень рада, что они приехали к нам. что они увидели, где живут их дети. И очень надеюсь, что теперь таких длительных перерывов не будет. И можно будет как-то немножко чаще их сюда привозить. Главное, чтобы был мир у нас над головой. Попугай. Что вы можете купить? Ой, это крупный пупай. Пупай. Ну это так позднее. Это это Пупай. Желтый красивый попугай. Привет. Привет, попугай. А кому это попугай, как вы думаете? Тебе. Наверное, Лере. Всё, Леруша, теперь они с тобой. Навсегда. Ты хозяйка. Эй, попугай. Знаешь, как их зовут? Как? Голубенький, он Кеша по стандарту, а жёлтенькая Шуша. Кеша и Шуша. Кеша, Шуша, Шуша, я тут. Шуша, привет. Лере, так что всё, Марин, угодила с подарком. Спасибо. Ещё несколько вкраплений наших прогулок, как родители уезжали. Сегодня у нас действительно большая семейная прогулка по Зихрону. Приехали на двух машинах, потому что сестра у нас тоже в гостях, родители, поэтому мы все вместе дружно приехали в вечерний Зихрон показать его родителям, потому что они уже скоро улетают. А в Зихроне мы ещё не были. Это, я думаю, прекрасное местечко, стоящее. И тут как раз самое время сделать ещё парочку красивых фотографий. Людей мало, удивительно. Четверг вечер. Здесь написано народ Израиля жив, а здесь ходит сам народ Израиля. грустная картина. Количество стульчиков это количество заложников на каждом фото. Часть из них уже не живые. Сегодня опять было, что четыре нашли останки. Сколько этих людей живых ещё никто не знает. Печально всё, ужасно. Самый любимый уголок в Зихроне для фото. Венька, позируй! Ну и не надо! Нет! Вас снимает скрытая камера. Вас тоже, дорогой. Лето, время переездов даже в наш дом. Вчера выехали одни квартиранты, сегодня следующие заезжают. Летом это так. не дня квартиры без простой. Заселиться надо тютелька в тютельку, ибо всем надо где-то жить. Семья с детками явно переезжает к нам. Только не знаю, светская или верующая. Ну, какая уже есть. Будем всех любить и жаловать. Пока-пока! Уезжайте уже, уезжайте. Пока с одними уже распрощались. Наш Бат-Ям уезжает. неделю были у нас, гуляли. Все, теперь Сашка с Леркой их провожают. И Толик «Венька, ну как ты нас не видишь? Ах, ты глупыш!» Лерушка провожает бабушку и дедушку со слезами на глазах. Ну, Лерушка не со слезами на глазах. Обычно со слезами на глазах мама, потому что она, что из тела уезжает, ревет, что провожает, ревет. Мама это я про себя. Ну, родители, понятно, тоже плачут. Сестра вчера поплакала. Ну, такое оно, когда живешь в другой стране, так далеко, то, конечно, понимаешь, что это опять надолго, но ничего. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Будем навещать. Сашка побежал куда-то. Ну, конечно, Сашка отвозит, отвозит их обратно, доставляет. А как же без этого? Полный сервис. Все включено. Буду заканчивать это видео всем родителям. Пожелаю здоровья, потому что счастливы тех дети, у которых есть родители. И чем дольше они с нами, тем прекраснее. Поэтому всем-всем много здоровья и встретимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры